МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас мы с вами пойдем в послание. И, как я уже говорил, что мы с вами подошли. Наконец-то я верил, что Бог даст мне эту возможность. А что я подразумеваю по тому, что Бог даст мне эту возможность? Не то, что Он запрещает мне, просто когда я готовлю какое-то послание, я всегда ожидаю, что Бог подскажет мне, что конкретно нужно сказать для церкви. Потому что я много чего хочу сказать. Реально, у меня столько мыслей, у меня записная книжка в телефоне, она переполнена некоторыми вещами, которые я хотел бы поделиться. И глобально, скажем так, с нашим служением, с нашими лидерами в разных городах России и здесь в церкви. Но я понимаю, что Бог в определенный момент говорит, не, не, сейчас надо вот это сказать. И так как я понимаю, что это не моя церковь, не я тут командую, поэтому я говорю, окей, Бог, хорошо, ты сказал, значит, делаем таким образом. И вот, наконец-то, Бог дал мне возможность, чтобы мы с вами перешли к тем самым урокам веры, которые я говорил, и у нас будет ряд воскресений. Я не знаю, какое количество, потому что, опять же, это такая тема, которую было бы очень хорошо разжевать очень подробно, потому что вера — это основной инструмент для верующих людей, основной инструмент для получения исцеления, финансовых благословений, семейных благословений, всего остального. То есть Бог дал прежде всего нам веру для того, чтобы получать те или иные вещи. И получается так, что большинство верующих, находясь много-много лет в церкви, так и не научились, им так и не объяснили, что такое вера и как ей вообще пользоваться. Но при этом мы вроде как верующие, понимаете, и как звучит абсурдненько. То есть у нас есть вера, у нас все есть, но ничего не получается. И вот эти уроки направлены на то, чтобы мы с вами, наконец-то, разжевали эту тему, подробно мы ее разжевали и четко, чтобы вы понимали, что такое вера, как двигаться в вере, как получать результаты по вере, как понять, я вообще двигаюсь в вере или я двигаюсь в сомнениях и так далее. Поэтому я понятия не имею, как много у нас получится этих уроков. Я постараюсь держать себя в руках, чтобы на год мы не ушли в эту тему. Но я верю, что Бог даст мне мудрость, как это все, скажем так, кратко, но при этом подробно дать вам всю эту информацию. Итак, у нас сегодня первый урок веры, урок веры номер один. И я его назвал «Вера – это выбор». Все начинается с того, верим ли мы в Божье Слово. Вот драгоценная, всегда, любая тема, я много раз говорил, что куда бы я ни приезжал, с каким бы посланием, в какую-либо церковь, или в какую-либо город, или в страну бы я ни приезжал, я все время начинаю с одного и того же. Я говорю, что вам необходимо принять решение, вы верите Божьему Слову или не верите. Когда я говорю Божьему Слову, я не говорю то, что вот то, что скажет пастор. Я сейчас не за это говорю. Я говорю за то, что написано в Библии, в Писании, то, что написано в Писании, Божье Слово. Потому что если мы не верим в то, что говорит Писание, нам нет смысла вообще дальше, о чем-либо говорить. Ну, понимаете, да? То есть у нас нет точки отчета. Мы все, что мы будем делать, мы будем с вами спорить, мы будем с вами приводить разные доказательства из разных источников, и так никогда и не сойдемся. Это то, почему я, знаете, мне недавно один брат писал и говорит, вот у меня там спор с мусульманином, вот он мне там приводит какие-то вещи, я пытаюсь ему парировать Писание, вот что ты мне подскажешь. Я говорю, я тебе подскажу не заниматься ерундой, не пытаться переубедить мусульманина текстом из Библии. Есть очень хороший пример такой в этом отношении, который был, сколько же это лет назад было? Лет 80 назад это было. Брат Тилл Осборн, один из людей, которых я очень сильно уважаю как служители, он служил Богу вплоть до года своей смерти в 89 лет, а начал он служить так же, как я, в 17 лет. То есть путь у него был гигантский. И одна из историй, которую он также описывает, и которую я слышал от пастора Кари Блейка, о том, что он говорит, он такой горячий христианин, молодой, ему тогда было, по-моему, 19, его жене 18, они собрали там чемодан и поперлись в Индию. Просто, чтобы вы понимали, середина 20 века, и Индия и сейчас не очень, ну так, чтобы не обижать Индию, не очень чистая, оккультуризованная и в опросе всех отношений не очень, да, не очень цивилизованная страна, спасибо большое. То есть, ну, такое себе. А представьте, это только конец Второй мировой войны и так далее. Ну, такое себе. Вот он поехал туда с женой, чтобы служить, а в Индии там богов больше, чем людей проживающих. При том, что Индия вторая страна по населению в мире. Я не удивлюсь, если они через пару лет Китай обгонят. При том, что территорию у них в 4 раза меньше, чем у Китая. Много людей. Там сейчас живет 1,7 миллиардов человек. 1,7 миллиарда человек в одной стране. Тесно, очень тесно там жить. Вот. И в чем суть? Он начал проповедовать. Он тогда еще не знал о чудесах божьих. Ну, точнее, скажем так, он еще не ходил в чудесах божьих. И он пошел туда проповедовать. Он начал служить. То есть, кто-то каялся. И потом он то ли попал в мусульманский квартал, то ли к нему пришли мусульмане и говорят, о, брат Осборн. Он поворачивается и говорит, какие вы мне, какой я вам брат? Вы язычники вообще? Чего? Ну, типа, не, мы все братья. И они давай ему Кораном пытаться объяснить. Просто кто никогда не изучал эту тему. Коран это, ну, если так совсем грубо говорить, переписанная Библия на мусульманский, арабский манер. Там и Иисус есть, и Иса, и Моисей есть, и все остальные. То есть, ну, такая, знаете, своеобразная Библия восьмого века написания. Ну, неважно. А он начал, соответственно, с Библии доказывать. И они не пришли ни к чему. Они только спорили, спорили. Причем это не через интернет было. Это было вот, вот они рядом стоят. Так и ни к чему они не пришли. И Томми Льосборн, он вернулся, ну, домой очень расстроен. Как так? То есть, он пытался обратить мусульман. Это было его действительно желание. Он действительно хотел служить Богу. Но он не получил вообще никакого результата. Как бы он ни старался, он не получил вообще никакого результата. И он начал обращаться к Богу. И Бог ему там со временем, он ему открыл все вот эти моменты касательно исцеления, касательно чудес и так далее. И через несколько лет он вернулся туда, обратно в Индию. И насколько я помню из этой истории, я могу ошибаться, он нашел тех самых мусульман, с которыми он общался. Он, может быть, как-то там взял контакты или еще что-то. Я уж не знаю, как это в то время происходило. И он говорит, приводите. Давайте сейчас, как говорится, удостоверимся. Не будем больше с вами спорить по написанному. Удостоверимся, чей Бог настоящий. Он говорит, зовите сюда хромых, слепых. Вот каких найдете больных, всех сюда зовите. Вначале вы за них помолитесь, посмотрим, исцелятся ли они. А потом я за них помолюсь и посмотрим, исцелятся ли они. Они говорят, ну, Осборн, мы так не делаем, у нас так не делают. Он говорит, нет, а у нас делают. И они начали приводить туда слепых, хромых. И они начали исцеляться. Слепые, хромые, с опухолями, которые торчали прям вот так вот на лицах и так далее. И они начали исцеляться. Почему Тил Осборн считается одним из вообще величайших служителей вот последнего там 50-60 лет нашей современной истории, который двигался в исцелении. И большинство служителей говорят, что он видел самое большое количество исцелений из всех наших современников. Именно по причине того, что у него, видимо, был очень большой стаж служения. То есть, действительно, там, сколько это получается? 72 года служения – это прям большой стаж, будем так это называть. Вот. И, естественно, для этих вещей необходима вера. Вера именно то, что приносит результат. Не споры какие-то приносят результат. Я все время говорю, что когда мы приезжаем и, допустим, когда я провожу какие-то семинары в разных городах, люди приходят разные. У нас нету, знаете, как фейс-контроля, типа. А ты харизмат, а ты пятидесятник, тогда мы тебя пустим. А если ты баптист, не, не приходи сюда, мы тебя не пустим. У меня на семинарах, я, во-первых, служил абсолютно в разных церквях. Я служил у харизматов, я служил у пятидесятников, я служил у речников, я служил у методистов, у пресвятериан. Это прям в церквях у них в смысле служил. Я служил на семинарах, куда приходили адвентисты, баптисты, кришнаиты приходили. И знаете, в чем как бы суть? Я ни с кем из них не спорил. Даже одну минуту не потратил на то, чтобы спорить. Я просто говорил Божье Слово, а затем применял Божье Слово. И когда они видели все это, они подходили и говорили, а вот мы больше не хотим туда, мы хотим вот сюда. Мы хотим вот в этом жить. Потому что вера, это не что-то трудное. Понимаете, нас научили, что вера это что-то сложное, что надо зарабатывать, что надо поститься так, чтобы быть как, я не знаю, как из-за свенцема, чтобы вот ты так напастился, что у тебя все свисает, кожа, кости. Ты говоришь, я верю, наконец-то я могу побеждать. Или ты намолился так, что у тебя уже скулы свело, и уже все, ты уже не можешь молиться Господь. Ну пожалуйста, прорвемся ли мы? Столько этих движений, этих прорывал. Я раньше тоже был такой, знаете, вот эта вот молитва по пять, по шесть часов. Вот это мы прорываемся во имя Иисуса. Стучимся в дверь на небеса. Я реально, я все... Бог мне когда показал просто, как это все выглядит со стороны, я реально после этого все время шучу. Я говорю, ангелы стоят на небесах, смотрят, когда мы это делаем, ломимся в дверь, и они в шоке, что они двери ломают? У них ключи есть, что они двери ломают? Понимаете? И ангелы в шоке, они не могут понять. Ну представьте, вот вы, допустим, приходите домой, у вас дома семья, и у вас есть ключ от двери. Но вместо того, чтобы открыть, вы начинаете дверь выламывать. Ну открывайся, давай, сейчас прорвусь к себе домой. И все внутри в шоке, что он делает? У него же ключи есть. Вот это примерно то же самое, чем занимаются большинство верующих. Мы пытаемся все время прорваться туда, где мы живем. Вы понимаете, что Писание говорит... Я не буду сейчас сильно вдаваться вот в эту тему, я просто так... Мы стартуем с этих вещей. С точки зрения Писания, в момент рождения свыше, Писание говорит, что мы умираем со Христом и рождаемся заново, становимся новым творением. И Писание говорит, что чисто технически мы прямо сейчас и с момента рождения свыше мы посажены там, с ним, на небесах, во святом святых. Вот почему я не понимаю этих песен, когда я вхожу в святое святых. Зачем ты оттуда выходил? Что интересного находится снаружи, что ты оттуда постоянно выходишь, и потом обратно входишь, и потом обратно выходишь. Что такого интересного есть снаружи, чтобы выходить оттуда? Понимаете? Нам необходимо жить в этом святом святых, нам необходимо наслаждаться. Вот почему большинство верующих, для них молитва это пытка. Они заставляют себя молиться. И поэтому у меня иногда верующие, когда я куда-то приезжаю или общаюсь с верующим, они мне говорят, Алексей, а сколько часов ты молишься? Это максимально странно. Это примерно то же самое спросить, Алексей, а сколько времени, сколько часов ты общаешься со своей женой? Я не знаю, я не засекаю, я просто все время с ней общаюсь. То же самое с Богом. Я не засекаю время, сколько есть, я с ним все время общаюсь. Я с ним настолько все время общаюсь, что иногда жена со мной что-то говорит, а я переключился на Бога. Знаете, так, как это, Wi-Fi сигнал поймал другой, я с Богом общаюсь, и на жена, ты меня вообще слушаешь? А, прости, отвлекся просто. Знаете, у меня часто бывают такие моменты. Или я сижу вечером, делаю какие-то дела, пишу проповедь, раз-раз-раз, и я просто залип реально, я просто общаюсь с Богом, я ничего не пишу, и мне жена такая, ты что там это? Я говорю, а, я опять это, знаете, на другой Wi-Fi переключился. Это постоянно происходит, это не вопрос того, что надо заставить себя помолиться. Понимаете, с тем, с кем тебе хочется общаться, тебе не надо заставлять себя общаться, потому что тебе хочется с ним общаться. Вот и все. Но это так, это как бы предисловие. Еще раз, драгоценные, наша задача принять решение, что мы верим Божьему Слову, потому что если мы не верим Божьему Слову, нет смысла вообще дальше о чем-то говорить. Есть ли здесь люди, которые верят Божьему Слову? Поднимите ручки. Супер, отлично. Мы с вами можем идти дальше, чтобы разбирать уже вещи, потому что вас не должно интересовать мое мнение, мнение нашей церкви по поводу какого-то вопроса. Нас всех должно интересовать мнение Бога. Откуда мы его можем взять? Из Писания. То, что Он дал нам, это то мнение, которое должно нас интересовать. Итак, идем в основы. То, что мы постоянно говорим, и я не знаю, я в тысячный раз уже говорю нам. У каждого верующего есть вера. Скажи, у меня есть вера. Аминь. Откуда я это знаю? Давайте прочтем. Римлянам 12 глава, 3 стих. Павел пишет. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думай о себе более, нежели должно думать, но думай скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Кто такой каждый? Любой. Никого не пропустил. Не сказано, некоторым Бог уделил. Сказано, каждому Бог уделил. То есть, дал каждому. Следующее место Писания. Второе послание Петра, 1 глава, 1 стих. Симон Петр, раб апостол Иисуса Христа, принявший с нами равнодрагоценную веру по правде Бога, нашего и спасителя Иисуса Христа. Я множество раз уже говорил, что это выражение равнодрагоценную означает одинаковую по характеристикам, идентичную по качеству. Этот самый апостол Петр, когда он пишет, обычно это же не послание апостола Петра к апостолам другим, я не знаю, послание апостола Петра апостолу Иакову, апостолу Иоанну, апостолу Павлу. Он пишет это обычным верующим людям. И он начинает, он говорит, несмотря на то, что я апостол Иисуса Христа, я получил настолько высокий чин в Иисусе Христе, у меня одинаковая вера с каждым из вас. Это то, что мы должны четко принять. И вот этот момент, он является в большинстве своем определяющим, когда вы перестаете смотреть на какого-либо служителя, не важно какого, вот какой бы ни был у вас в голове служитель, как, допустим, в моей голове в свое это время был Лестер Саммерл, Ти Лосборн, тот же Карри Блейк и другие служителя, у которых было огромное количество чудес, которые видели финансовые чудеса, просто которые в мозг мне не могли влазить, которые видели исцеление, воскрешение мертвых и так далее. И когда я смотрел и думал, да это вообще невозможно, да мне бы хотя бы чуть-чуть. И первое изменение начинается с того, когда вы обрезаете, грубо говоря, вот эту ложь, думая, что они хоть чем-то лучше вас. Я все время говорю, что единственная разница между любым служителем и любым другим верующим это только опыт. Опыт набирается во время практики. Все остальное есть у каждого. У нас одинаковая вера, у нас одинаковое помазание, у нас один Дух Святой, слава Богу, что у нас один Дух Святой, у нас одна воля Божья для каждого, кто ее знает, она благая, угодная и совершенная. Аминь, драгоценные. Для каждого из нас Писание четко говорит, воля Божья, она есть благая, угодная и совершенная. Это не 8 миллиардов разных волей Божьей для разного человека, потому что Богу было скучно. Нет, у него одна воля Божья для всех. И это классно. Знать, что Бог относится к нам одинаково, нелицеприятно. И это отлично. Итак, смотрите, идем дальше. Каждый из нас имеет веру. Абсолютно каждый из нас. Что мы подразумеваем под наличием веры? Вера, люди часто думают о вере, как о нечто, знаете, в таком мифическом, суперодухотворенном. Знаете, это как я в свое время был в церкви в Иркуте, и там у нас, знаете, когда мы говорили про я сейчас в духе, это чуть ли не воспринималось, что я где-то там летаю, знаете, в другом измерении, вот так вот. И вот когда Иисус там говорил, что вы будете ходить в духе, истинно, ага, в духе, все, полетел в другое измерение. Нет, это не имеется в виду в Библии это. Ходить в духе, это значит ходить согласно тому, что говорит Божье Слово, то есть ходить по духу, ходить согласно его воле, ходить согласно его путям и так далее. То, что написано в Писании. И к чему я это говорю, что веру приравняли к нечто такому мифическому, вот что-то такое, знаете, как кислород, он вроде есть, но его никто не видит. И вот он где-то там витает, а действительно ли мы дышим кислородом, а как это доказать, как сложно все это. Это знаете, как недавно опять пошла тема, есть такая, будем так ее называть, субкультура людей, плоскоземельщики. Я не знаю, слышали вы или нет. Знаете, уже лет так, может, 300, а может больше, по-моему, первый выдвинул эту теорию, ну вообще первый выдвинул эту теорию в кавычках Бог, написав это в Библии, а потом об этом начал во всеуслышание говорить, если я не ошибаюсь, Галилео, Галилея, или кто-то из них, о том, что Земля у нас оказывается круглая, она не плоская, она не стоит на трех китах и на там трех слонах и большой черепахи и на большом ките, она круглая. Ну, за это ребята его сожгли, как говорится, типа, ага, еретик такой. Знаете, правила игры не поменялись, у нас сейчас тоже всех сжигают, я сегодня получал, в общем, мне сегодня рассказывали об одной с утра ситуации за общение одной церкви с другой, там тоже, там прилучение, отлучение, я думаю, принципы те же остались, только разве что, спасибо на костре не сжигают еще, ну, то он как бы, и на том спасибо, как говорится, вот, и, а сегодня есть люди реально, ну, это знаете, как говорится, кто-то недоучился в школе, которые верят и говорят одно, что, вы что, земля плоская, вы что не знаете, земля-то плоская, оказывается, я таким людям говорю, слушай, вон Илон Маск недавно ракету запускал в прямом эфире, у них прям камера стояла на ракете, ты зайди, посмотри это видео, вот он в прямом эфире снимает, как ракета отрывается на земле, там шарик такой, типа, вот, ну, как бы, это ладно, так вот, суть заключается в чем, что вот мы точно так же верим в определенные вещи, которые вот типа мифические какие-то, и вот веру мы сделали точно таким же мифической вещью, на самом деле, все, что из себя представляет вера, вера это инструмент, или вера это, скажем так, вера это то, что является катализатором, или то, что высвобождает Божью силу, или, скажем так, вера это ключ, который открывает возможность Богу действовать в вашей жизни, давайте еще раз скажу, вера это ключ, который дает возможность Богу действовать в вашей жизни, смотрите, давайте объясню на самой простой теме, самый понятный. Иисус Христос пришел на землю, пострадал, пролил свою кровь. За кого? А еще? Вот, за всех. Вообще за всех. То есть нету... Скажите, есть ли на земле хотя бы один человек, за которого не была пролита кровь Иисуса? Есть хотя бы один такой человек? Нету. То есть Иисус Христос пролил свою кровь. То бишь, что мы под этим подразумеваем? Он дал спасение каждому человеку на земле. А теперь вопрос. Все ли спасены? Нет. Почему? Потому что для того, чтобы спастись, Писание говорит, сердцем верует ключ, который мы даем Богу дать нам то, что Он хочет. Бог не будет впихивать в нас благословение, спасение, потому что с самого начала сотворения человека Он дал нам свободную волю. И несмотря на то, что, как я все время говорю, что насколько бы странно и абсурдно это не звучало, что с точки зрения Нового Завета, когда мы рождаемся свыше, Писание говорит, мы перестаем быть, перестаем принадлежать сами себе, мы принадлежим Ему. Написано, Он выкупил нас дорогой ценой, но при этом свободную волю у нас никто не отнимал. Понимаете? Вот почему у нас есть настолько, знаете, разношерстные верующие. Верующие покуривающие, блудящие, ну, разные, в общем, верующие бывают, знаете, ну, такие, своеобразные верующие. Верующие, у которых одно неверие, знаете, тоже своеобразные верующие. Ну, то ладно, мы сейчас не об этом. И суть заключается в чем? Смотрите, это инструмент, которым мы даем Богу действовать в нашей жизни. Точно так же работает исцеление, точно так же работает финансы. И когда я сейчас говорю за веру, драгоценная, вы должны понять, что разбирая эти уроки, мы с вами сейчас говорим за исцеление, мы сейчас с вами говорим за финансы, мы с вами сейчас говорим за семейные благословения. Вот в любой сфере, потому что абсолютно для любой сферы ключ для того, чтобы получить то, что Бог уже дал нам, это вера, которую Бог опять же дал нам. То есть, грубо говоря, Он дал нам благословение и дал нам ключ. Сказал, хочешь, возьмешь. Понимаете? Это все равно, что, я не знаю, допустим, подросток остается дома, допустим, я не знаю, там, родителям надо уехать в командировку. И они говорят, слушай, вот тебе ключ, вот в том шкафу находится там то-то, то-то. Если тебе это понадобится, возьмешь ключ, подойдешь, откроешь, возьмешь. Вот это примерно то же самое. Иисус уходил и говорит, ребята, я не оставляю вас одних, но я даю вам Духа своего святого, и вы будете иметь веру, вы будете иметь помазание. В нашем случае уже надо говорить, мы получили веру, мы получили помазание, мы получили благословение, но теперь захотите воспользоваться этим, пожалуйста, вот у вас есть вера для того, чтобы воспользоваться этими вещами. Вот и все. Идем дальше. Смотрите. Наличие веры не гарантирует ее использование. То, что мы сейчас и говорим. Спасение дано всем людям на земле. Вот любой человек на этой земле, оно, спасение доступно для каждого человека. Исцеление доступно для каждого человека. Но не все пользуются этим ключом. Понимаете, это Бог дал для каждого. Опять же, вера, которая у нас есть, это не наша наработанная, что я вот намолил свою веру и так далее. Мы множество раз с вами говорили на собраниях о том, что Писание нигде и никогда не говорит о каком-то неком количественном эквиваленте веры. Что вот есть больше веры, еще больше веры, еще больше веры или меньше веры, меньше веры. Нету такого в Писании. Иисус именно поэтому и приводит пример с горчичным зерном и с горой о том, что Он говорит, что если у тебя есть горчичное зерно, самое маленькое, что только может быть, какая бы гора не встретилась тебе на пути, ты можешь сказать ей, и она сдвинется. Он не сказал, тебе понадобится два горчичных зерна, три горчичных зерна, пять горчичных зерен. Не сказал, что тебе арбуз понадобится с семечками. Понимаете? Он сказал, что одно, то есть он сказал, если есть хоть сколько-нибудь, а мы уже выяснили изначально, что у вас есть вера. Аминь? Аминь. Слава Господу. Не засыпаем. У каждого из нас есть вера. Но пользуемся ли мы ей или нет, зависит только от нас. Смотрите. У каждого человека, такой, знаете, как пример, у каждого человека абсолютно одинаковое количество мышц, но каждый использует их по-разному. Если кто-то смотрел когда-нибудь, как выглядят, знаете, спортсмены, я не знаю, там, атлеты, или баскетболисты, или футболисты, там, волейболисты, эти, пловцы, допустим. Некоторые смотрят и говорят, о, у них такой пресс, вот мне бы такой пресс иметь. Он у тебя есть, только тот им пользуется, а ты нет. Вот и все. Пресс есть у каждого, только кто-то им пользуется, а кто-то нет. Некоторые смотрят, о, у него такой трицепс огромный. Да у всех у нас одинаковый трицепс, просто кто-то им пользуется, а кто-то нет. О, у него такие ноги огромные, он так натренировался, там, футболист, баскетболист. У тебя ровно точно такие же мышцы, просто он ими пользуется, а ты нет. Вот в этом только вся разница. И вот, когда мы говорим о вере, вот здесь точно такой же принцип. Мы смотрим на, не знаю, на пастора Кари Блейк, допустим. Вау, вау, у него исцеление, у него там воскрешение мертвых, вау, у него такие мышцы веры огромные. А по факту у нас точно такие же мышцы веры, просто он ими пользуется, а кто-то ну еще не до конца пользуется. Слава Господу, что я даже не могу такое сказать в церкви, а мы еще не пользуемся. Слава Господу за нашу церковь драгоценная, что мы с вами тоже пользуемся и мы учимся еще и еще больше пользоваться этими мышцами веры. И вот возникает логичный вопрос. То есть Бог дал веру, Бог дал ключи, Он дал благословения, я верю, что никто в этом не сомневается, Бог дал все. Как же научиться пользоваться-то теперь этими ключами? Как получать эти благословения? Это самый главный вопрос. Точно так же, как мышцы тренируются посредством тренировок, точно так же тренируется и вера. И Библия дает нам четкий ответ, как это делать. И сейчас мы с вами почитаем достаточно приличный кусок из Писания, и я хочу разобрать этот момент, потому что это определяющая вещь, вы должны понять, что вера это определяющая вещь туда, куда пойдет ваша жизнь в каждой сфере. Причем я не хочу сказать, что вот допустим, есть люди, которые вот даже прямо сейчас сидят или которые смотрят нас сейчас на трансляцию и думают, да у меня уже жизнь непонятно где в определенной сфере, там в финансах или в исцелении или там в семье, у меня уже жизнь непонятно где. Это не мешает Богу развернуть вашу ситуацию так просто, что вы даже не поймете, как вы вообще вышли оттуда. Я вам серьезно говорю, мы столько видели этих чудес и финансовых чудес, когда говорят, да мы не знаем, у нас долги, мы взяли долг, чтобы покрыть долг, чтобы закрыть тот долг, понимаете? То есть это не просто долг, который висит, это долг, чтобы покрыть долг, чтобы покрыть еще один долг. Мы должны всем вообще. Знаете, как некоторые прячутся от коллекторов, а есть люди, которые прячутся от друзей, от соседей, от всех остальных, потому что кругом коллекторы, которым ты везде должен, потому что ты должен тем и этому ты должен, главное не запутаться кому-то, что должен, чтобы отдать то, что должен, понимаете? И я получал такие молитвенные просьбы, и мы молились, и Бог настолько выкручивал ситуацию, я когда читал эти свидетельства, я думаю, Бог, как ты вообще умудрился это сделать? Мне даже такое бы в голову не пришло, что вот ты вот так вот пойдешь этими путями. Когда семейные бывали ситуации, когда мы молились, и тоже люди говорят, да мы, ну не знаю уже, я не знаю, как это изменится, я не знаю, что в моей семье уже может что-то поменяться, я уже просто не верю, что это может быть. И мы молились, и происходило такое изменение, что все вокруг шоке стоят такие, и в том числе мы, и такие типа, Бог, ты как это сделал вообще, знаете? Вот то же самое, это то, что в нашей жизни происходит постоянно, когда, знаете, Моисей видел, как раздвигается Красное море. Мы фактически видим это каждый раз в нашей жизни, в нашей сфере, когда решаем применять ту самую веру, которую Бог дал нам. Мы видим вот это вот, то есть это что-то невозможное в нашей жизни, в финансах, в семье, в здоровье, в любой другой сфере, мы видим эти изменения. Итак, мы с вами пойдем почитаем в Писание, это Евангелие от Луки, 8 глава, с 4 стиха. Мы с вами почитаем, очень здесь приличный кусок нам придется почитать. Я буду читать, останавливаться, делать пояснение, чтобы мы четко все с вами разобрали. Пожалуйста, слушайте внимательно. Если у вас есть Библии, будет здорово, чтобы вы смотрели в своих Библиях. Итак, когда же собралось множество народа, обратите внимание, множество народ, толпа, за Иисусом все время ходила толпа, множество народа, из всех городов жители сходились к Нему. То есть представьте, насколько, это суперзвезда в Краснодар, и весь, написано, и со всего Краснодарского края, соседних регионов, начали стекаться, чтобы посмотреть на ту суперзвезду. Вот Иисус был примерно такой суперзвездой. Все вокруг стекаются, чтобы послушать его. Написано, он начал говорить притчей. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и взойдя засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его, а иное упало на добрую землю, и взойдя принесло плод старичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Знаете, это выражение многих людей все время вводит в заблуждение, типа, а если не имею? Знаете, вот я знаю, что во многих церквях прям прокачивают эту мысль, а ты не имеешь ушей, поэтому и не понимаешь. Только вопрос в том, что здесь не про это говорится. Я сейчас поясню, о чем здесь говорится. Читаем дальше, 9 стих. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Смотрите, много народу пришло послушать Иисуса. Очень много, мы это прочитали. Много народу подошло и спросило Иисуса, Иисус, а что ты вообще имел в виду? Очень мало, только его ученики. В этом и есть разница, кто имеет уши слышать, да слышит. Потому что для того, чтобы получить истину, тебе необходимо уточнять, задавать вопросы, разбираться в этом, а не просто я услышал. Это то, что происходит в большинстве церквей на проповедях. Я пришел, я услышал, я пошел дальше. У меня есть вопросы, но я не буду их задавать, я не буду их, мало ли, что там. Нет, вопрос в том, что они не поняли. Ученики точно, они, ну, скажем так, я все время говорю, что я не хочу учеников, знаете, как-то вот их говорить, что они там глупые были, еще что-то. Но ученики туго понимали, что Иисус им говорит. Причем даже очевидные вещи, когда даже Иисус им говорит. Помните это с хлебами и фарисеями? Это Иисус говорит, берегите закваски фарисейской садуке искать. Все, хлеба-то у фарисеев больше не покупаем. Даже Иисус настолько в шоке был от такого их умозаключения, что он повернулся и говорит, ребят, вы ли еще этого не понимаете? А, да-да, это ученик, надо беречь. Все, хлеб покупаем. У них такой вкусный хлеб, а то сейчас пришлось бы где-то в другом месте искать. Понимаете, ну, как бы, странное размышление было, но как бы, что есть, то есть. Опять же, Библия, слава Богу, что это, Библия нам оставила, Бог это нам оставил в Писании, чтобы мы понимали, что они не были какие-то супер умные, супер духовные. Они были такие же, как и мы. Иногда что-то, знаете, подтупливаем, иногда что-то, знаете, что-то недопонимаем. Нормально, мы все такие. Это нормально. Я такой, мы все такие. Это нормально. Слава Богу, что у нас есть Бог, который помогает нам все это понять. Так вот, ученики, то есть ученики спросили его, именно ученик интересуется, потому что ученик хочет понять, для чего, чтобы начать действовать. В этом есть разница от слушателя от делателя. Это первая разница слушателя от делателя. Слушатель просто слушает и пошел дальше. Делатель, с того, от чего начинается жизнь делателя, он слушает и начинает разбираться, задавать вопросы, уточнять, копать, что, как, почему, как я могу это употребить. И ученики были такими. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют. Раньше, когда я читал это местописание, думал, Бог, ну ты лицеприятный вообще. Почему им можно знать, а всем остальным нельзя? Очень просто. Потому что они не хотели знать. Любой бы, кто подошел из той толпы и сказал бы, Иисус, поясни притчу, Иисус бы пояснил. Каждый человек, который приходил к Иисусу, за разъяснениями, помните, мы с вами в прошлое воскресенье читали про богатого юношу, который пришел и попросил разъяснения. Он не был один из учеников, он просто был один из толпы, который пришел за разъяснениями. Разве Иисус ему сказал, ты не из моих учеников, ты не из моей команды, я тебе ничего не буду пояснять. Слушай в притчах, сам допирай. Не было такого. Каждый, кто приходил к Иисусу за пояснениями, Никодим, богатый юноша, там, другие из народа, даже фарисеи иногда, когда спрашивали его, а что ты думаешь, там, какая наибольшая запасная. Иисус всегда отвечал, всегда пояснял. Вот в чем разница, что им внешним дано, внешне это те, которые не собираются быть учениками. Почему мы все время делаем такой большой акцент на ученичество, драгоценное? Примите решение быть учеником. Примите решение понимать тайны Царства Божьего. Примите решение ходить в этих истинах, потому что нам оно точно так же и дано. Писание говорит, что тайны сокрыты от веков родов, тайна сокрыта от веков родов, ныне же открытая святым его. Кто такие святые его? Это мы с вами, драгоценными. Аминь. Идем дальше. 11 стих. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье. Смотрите, Писание нам говорит, что вера происходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть прямой источник работы нашей веры или эффективности нашей веры это Слово Божье. Это то, с чего мы с вами начали. То есть сейчас мы будем говорить за то, откуда берется вера, как она действует и как вообще она начинает проявляться. Смотрите. Семя есть Слово Божье. Упавшее при пути это суть слушающие, которой потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Смотрите, драгоценные. Они слушают. В Матфея, по-моему, написано. Я сейчас Луки читаю. Вы сейчас смотрите, потому что я, может, тебе не то место Писания. В Марка или в Матфея, в подобной притче там написано, которую слушают, но не понимают, что они слышат. И поэтому приходит дьявол. И как здесь, по-моему, написано, что которым здесь не написано сразу, в одном из Евангелий сразу же приходит дьявол и похищает это Слово, которое посеяно в сердце их. Слово спасения и слово исцеления в Библии всегда это взаимозаменяемые слова. Слово созо, которое используется. Упавшие на камень это те, которые, когда слышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Смотрите, как много сегодня верующих, давайте я буду так говорить, христиан, чтобы мы не путались, христиане, которые временами веруют. То есть, когда все хорошо, когда в моей жизни вроде как все складывается, на работе вроде все нормально, с финансами вроде как все складывается, в семье вроде более все нормально, то мы верим. И все как бы нормально. Да, халилуя. Драгоценные. Смотрите, для видимых вещей вера не нужна, потому что вера есть осуществление ожидаемого. То, что я вижу, я не ожидаю, я это вижу. И уверенность в чем? В невидимом. Не в видимом. Мне не надо быть уверенности в видимом. Если вам нужна уверенность в видимом, тогда нужна уже отдельная молитва, как говорится. А действительно ли я сейчас вижу перед собой телефон? Понимаете? Ну, как бы это уже другой вопрос, знаете, размышления. Вера нужна для проявления невидимых вещей. То, чего сейчас у меня нет. То, что есть, мне для этого вера не нужна. Я и так так вижу, могу потрогать и так далее. То есть, это то, что уже совершено. Смотрите. То есть, те, которые слушают слово и с радостью его принимают. То есть, допустим, человек пришел на воскресное служение, он слушает и говорит, халилуя, классное слово, ободряющее. Но, которые не имеют корня. Корень, это когда мы говорим укоренение в этом послании. Вот почему я все время говорю. Недостаточно приходить в воскресенье в церковь для того, чтобы возрастать духовно. Воскресное служение предназначено для того, чтобы завести мотор. Знаете, как вот есть мотоцикл. Знаете, вот это вот. Знаете, вот завести мотор, чтобы на следующую неделю вы употребляли все то, что вы услышали в воскресенье. Чтобы вы повторяли это, чтобы вы укоренялись в этом. Потому что, когда есть корень, знаете, это как, я как-нибудь тоже поделюсь этим посланием, размышлением. С женой как-то шли недавно, прогуливались. И вот, знаете, где мост есть у нас, это получается, который выезд с бывшего Зиповского кольца туда на Красную. И там мост такой вот этот коротенький, еще там трамваи ездят по нему. И там чуть раньше дворами, там стоят деревья, там были высоченные деревья, там 6, 7, 8 этажей в высоту. У нас в Краснодаре благословенном, с нашими благословенными управителями, не придумали еще пока просто обрезание вовремя деревьев, поэтому они ждут, пока они будут уже такими большими, что уже окна ловать будут в домах. И они просто потом берут и полностью все дерево, знаете, спиливают, оставляют один большой такой высокий пенек такой, знаете, как я говорю, высокий пенек такой. И вот я обратил внимание, знаете, их спилили, где-то в январе, наверное, их спилили. И я смотрю, думаю, елки, что вы сделали? Такая красота. А потом весной, когда все это начало цвести, я проходил мимо, и я смотрю, а дерево все равно, оно все равно цветет. Там вылезли листья, вот стоит пенек, он весь обрубленный, ему все обрезали, все же плод приносило, ему все обрезали. А он стоит и дальше цветет. И листики, опять кустики свои, говорит, вы меня обрезали, я еще раз вырасту. Знаете почему? Корень есть. Вот в этом есть разница, что когда я просто услышал халилуя и пошел дальше, просто потому что услышал. И когда ты укореняешься, потому что когда ты укореняешься, ты становишься таким твердым, почему эти деревья не спиливают и не выкорчевывают? Потому что чтобы выкорчевать это дерево в восьмиэтажной высоте, там пол района придется выкорчевать. Там настолько глубокие эти корни и настолько далеко они идут, что придется пол района вскопать для того, чтобы вообще это дерево оттуда вытащить. Понимаете? А пока оно там стоит и пока есть корни, обрубай ему ветки, напиливай его на пеньки. Пока оно что-то есть, привязанное к корням, оно будет расти, оно будет свисти и оно впоследствии будет давать плод. То бишь, переношу это на нашу жизнь. Когда вы укореняетесь в Божьем слове, какие бы проблемы не приходили в вашу жизнь и не пытались вас обрезать, вы все равно цвести будете. Потому что есть четкое укоренение в Божьем слове. Аминь, драгоценные. Это очень важное понимание. Смотрите, во время искушения отпадают, это как раз вот это искушение, вот эти проблемы, которые приходят. А упавшие в тернии, это те, которые слушают слово, но отходя с заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плод. То есть это, опять же, очень банальная вещь и понятная. То есть это когда, знаете, как есть, вот у нас, допустим, есть на неделе три собрания. Понедельник молитвенное, суббота у нас общение, разбор слова. Мы, кстати, будем, скорее всего, в ближайшее время трансформировать все такое именно как обучение уроки отдельные, не только общение. И воскресенье, воскресное собрание. Опять же, я не веду статистику посещений собраний. Я все время говорю вам, что вы сюда приходите ровно до того момента, пока вы хотите сюда приходить. Вот почему я буду сопротивляться, потому что есть государственная регистрация, есть, ну, у нас есть государственная регистрация, слава Господу, что наш формат регистрации не требует установления членства в церкви, но я буду бодаться с этими правилами до тех пор, пока это возможно, чтобы не было никакого членства. Почему? Я не хочу никого сюда привязывать. Знаете, как есть люди, ну, там же не уходи из собрания своего и так далее. Я сам уходил из собрания, потому что я посмотрел, я говорю, я не хочу быть на вас похожими, поэтому я лучше буду один. Это не для всех вариант, скажем так, но вопрос заключается в том, что я хочу, чтобы вы сюда приходили, потому что вы хотите сюда приходить и потому что вы что-то отсюда получаете. А если вы здесь ничего не получаете, я даже вам дам адреса других церквей. Пожалуйста, лучше туда ходите, лучше найдите себе то собрание, не знаю, которое ближе к дому, интереснее, время подходит, еще что-то. Я хочу, чтобы вы сюда приходили, потому что вы что-то здесь получаете, а не потому что я вас заставил сюда приходить. Вот в чем вопрос. Смотрите, у нас есть три собрания на неделе. Я не веду статистику, посещение, кто когда ходит и так далее. Часто можно визуально что-то посмотреть, но есть часто момент, и мы каждый сам за себя знаем. Не хочу на собрание идти. А знаете, когда приходит этот момент, приходит аргументация логическая. Так, ну мне сегодня уборку надо сделать, мне надо в магазин сходить, вообще с детьми давно не гулял. И хорошо бы это сделать именно в 12 часов, когда собрание начинается. Самое удобное время вообще для меня. Понимаете? Вот это тот самый момент, когда есть заботы житейские. Я все время говорю, нет проблем, ну, то есть не должно быть, ну, извините, сдвига по фазе, знаете, у меня есть те дела, которые прям надо сделать, я не знаю, у меня сделка или еще что-то, или меня вызвали на работу, а плевать я на собрание, бегу, надо на собрание. Не надо так делать, давайте не будем. Но есть момент того, что я всегда имею для себя четкую установку, что если, я вначале ставлю собрание, грубо говоря, не потому что на нем сошел со свет клином, но, если есть неотложные дела, естественно, я пойду их и сделаю. Но если у меня есть что-то, что я могу отодвинуть, чтобы быть на собрании, естественно, я здесь буду. У меня вопросов нету, мне всегда приходится все отодвигать, потому что мне тут надо быть, у меня нету варианта, типа выбрать, не выбрать, я всегда здесь. Слава Господу за эту возможность. И вот здесь то же самое. Мы делаем этот выбор, не Бог делает за нас этот выбор, мы сами выбираем, что для нас, грубо говоря, важнее. Опять же, я больше сохраняю, сейчас не пытаюсь кого-то обличать или еще что-то. Каждый делает выбор сам. То есть надо ему это или не надо. Мы, грубо говоря, каждый день, почему я все время говорю, что у нас есть миллион выборов каждый день, мы каждый день принимаем решение, буду ли я сегодня это делать или не буду я сегодня это делать, буду ли я ходить на собрание или не буду ходить на собрание, или буду раз в месяц ходить на собрание, потому что, ну, я не знаю, уборку надо сделать, ну, так далее. Ну, это чисто абстрактно, я просто хочу, чтобы вы понимали. То есть забота житейская. И я сейчас говорю не только за собрание драгоценной, потому что, опять же, я говорю, что на собраниях свет клином не сошелся. Это точно так же касательно, надо бы почитать Писание. Что-то я устал. Я был на работе, я устал, не буду читать. Надо бы послушать, пробовать. Пастор сказал вот это классное послание там, техника божественного исцеления, новый человек, обновление разума, классно было бы послушать. Ну, что-то как-то не хочется, что-то как-то скучно, что-то как-то... Ау, дела есть, да, точно дела, все. Я себя оправдал, все, дела у меня есть. Вот это ровно то, что здесь говорится. То есть вы получаете слово, но вот эти заботы вокруг, житейские, я не говорю, что они неважны, там не написано суетные заботы, то есть бесполезные. Житейские заботы у всех есть, у нас, у меня есть, у каждого из вас есть, но которые мы настолько себя окружаем, что вот это остальное для нас послание, божье слово, вера, становится вообще неважным для каждого из нас. И оно, соответственно, Писание говорит, наслаждение между житейскими подавляется и не приносит плода. А плод это сам факт того, зачем мы это все делаем, драгоценные. А упавшие на доброе землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Смотрите, также в одном из Евангелий, параллельное местописание, также где описывается, это написано, что те, которые слушают, понимают, укореняются в этом слове и размышляют над ним. Вот это то, что в итоге приносит плод один в сто крат, в шестьдесят, в тридцать крат. Каждый, то есть нету того, кто не приносит плод. Каждый будет приносить плод при условии того, что мы понимаем слово, мы укореняемся в этом слове, а не просто слышим его праздно. И мы действительно делаем так, что это становится нашей жизнью. То есть мы действительно храним его в нашей сердце. И опять же, Иисус повторяет, сказав это, Он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. И смотрите, и вот шестнадцатый стих. Мы с вами, когда раньше читали эту притчу, мы обычно вот здесь останавливались. Но здесь мы говорим, когда мы говорим с вами о слове, то есть мы говорим о сеянии словами, мы говорим о работе, о том, чтобы понять вообще, что такое вера. Вот эта часть мы ее только что прочитали. Но вера это всегда действие. А здесь не идет речь о действии. Здесь идет речь об обновлении разума, о выборе, который мы делаем. Потому что вера это выбор. Я принимаю решение, что Божье слово для меня истина, оно живо. Я принимаю решение, что я буду его понимать. Если я его не понимаю, я сделаю так, чтобы я его понял. Я буду задавать вопросы, я буду копать, я буду укореняться. То есть второй момент. Нет, я укореняюсь в этом слове. То есть я действительно делаю его частью себя. Я начинаю размышлять, помещая его в свое сердце. Но это только теоретическая часть или внутренняя часть. Но Иисус на этом не останавливается. Смотрите, 16 стих. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Что Иисус хочет сказать, и при чем здесь это, когда речь шла только что, вот буквально секунду назад, стих назад, еще о притче о сеятеле. Иисус так быстро переключается с мысленной мыслью. Нет, это все одна и та же мысль. Он говорит, что если ты ходишь в вере, вера будет из тебя проистекать. Это одна из вещей, по которым вы можете понять, что вы двигаетесь в вере. Поверьте, я драгоценный, я сейчас не могу за один урок покрыть вообще все аспекты этих вещей. Мы будем много-много уроков этому посвящать. Вот я хочу, чтобы вы поняли основополагающий момент. Вера это выбор, когда я принимаю решение поверить Божьему Слову, то есть довериться, что Его Слово это истина. Я принимаю решение укореняться в Его Слове, слагать его в своем сердце, действительно делать это для себя. Следующий шаг это начать применять то, что я услышал. То есть это не то, что у меня есть свеча, я ее зажег, вера, и поставил под сосудом. Что произойдет со свечой, если мы ее накроем сосудом? Все знают, что с ней произойдет? Она потухнет, мгновенно, сразу же потухнет. Почему? Перекрывается подача кислорода, огонь без кислорода не горит. Почему в космосе огонь невозможен? Там типа кислорода нету, и поэтому он там гореть не может, чисто технически. И здесь то же самое. Когда мы слышим Слово, мы вроде в нем укореняемся, вроде все делаем, но не принимаем. Это, извините меня, пожалуйста, за выражение, это все равно, что сделать характеризм своему собственному обновлению разума. То есть я вкладывал время, я укоренялся, я делал то, я делал это. А теперь дошло время до практики, и не буду делать практику. Все. Опять заново все надо начинать, понимаете? И вот в этом ключ. Многие верующие так много времени тратят на первую часть, но про вторую часть мы так и не помним. О том, что надо теперь пойти и начать применять. А как мы ее начинаем применять? Когда мы говорим об исцелении, Писание дает четкие инструкции касательно того, как это делать в исцелении. Если вы не знаете, в интернете есть семинар техника божественного исцеления, пожалуйста, изучите, просмотрите, начните практиковать. Мы возлагаем руки, мы говорим Божье Слово и так далее. Мы начинаем видеть результат. Второй момент, если мы говорим там за финансы, точно так же Божье Слово об этом говорит. Если мы говорим за семью, Божье Слово об этом говорит. Тогда начинайте это практиковать. Каждодневно. Точно так же, как, допустим, есть ежедневная практика у каждого из нас зарабатывания денег. Если я работаю, допустим, на работе, каждый день я прихожу на работу, ну или почти каждый день, два выходных по закону положено, или там, смотря кто как работает. Я прихожу на работу, и я вкладываю туда время, я укореняюсь в чем-то, в каких-то знаниях, укореняюсь в какой-то практике, и самое главное, я практикую то, что я делаю. То есть я, допустим, когда работал в продаже, когда не было просто теоретическое. Ага, надо узнать вот это, надо узнать то и это, и техника продаж, и вот касательно этого товара. Нет, я шел и практиковал это. То есть то, что я узнал, теперь мне нужно было пойти и применить на практике. И это я делал каждый день, что совершенствовало меня каждый день, что в итоге приносило больший и больший плод. Здесь точно так же. Чем больше я укореняюсь в Божьем Слове, чем больше я наполняю его каждый день. Драгоценные, поймите, я понимаю, что звучит это страшно. Дух лений бедолага содрогается, пусть он содрогается, но ему прям страшно, у него коленки начинают трястись, когда я говорю каждый день. Потому что, боже, это что, Библию каждый день открывать придется? А это что, проповеди каждый день придется слушать, что ли? Мне один раз, я не делю себя в лом заставить послушать проповедь. Каждый день, пастор, тебе заняться больше нечем. Но вот в этом и разница драгоценная. Действительно ли мы принимаем решение, чтобы что-то изменилось в нашей жизни, чтобы научиться пользоваться этими ключами? Или мы просто говорим, что мы хотим пользоваться, но на самом деле нет? Это, знаете, это как с похудением. Извините за эту тему, я сейчас все время за нее говорю, потому что я сейчас худею. И это, знаете, как вот эта тема. Можно говорить о том, что я хочу… Вот давайте я на себе… На себе всегда самое простое приводить примеры, чтобы никого не обижать. Себя обижать не страшно. Когда я говорю, вот там я набирал там 85, 86, и в прошлом году, когда я дошел до 92, И я такой, типа, надо бы худеть. И я все говорю, надо бы худеть. Мне жена такая, надо бы худеть. И я такой, надо бы… И я такой, да, надо худеть. И что, я похудел от этого? Неа. Знаете, когда я начал худеть? Когда я начал что-то делать с тем, что, ага, надо похудеть, То бишь, надо начать делать то, 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 то. И тут я начинаю это делать, и вес такой, и начинает падать. Понимаете? И здесь то же самое. Недостаточно просто говорить, я хочу жить в божественном здоровье. Так сделай так, чтобы ты жил в божественном здоровье. Бог дал тебе все ключи, он дал тебе все благословения. Я хочу жить преуспевающим финансово. Так сделай так, чтобы в твоей жизни это действовало. Еще раз говорю, Бог так сильно хочет, чтобы мы были благословлены абсолютно в каждой сфере, но Он не будет заталкивать эти благословения в нашу жизнь. Мы сами выбираем, будут ли эти благословения действовать в нашей жизни или не будут. Это наш выбор драгоценный. И я действительно, знаете, как Павел пишет, умоляю вас, жертвы Христа, пожалуйста, сделайте этот выбор, чтобы принять решение и действовать на основании веры, чтобы укореняться в Божьем Слове, чтобы это действительно начало приносить плод, чтобы вы были деревом плодоносным, драгоценным, плодоносным в здоровье, плодоносным в финансах, плодоносным и в семье, в любой сфере, где только еще нет у вас плода, чтобы вы имели там плод, потому что Бог заинтересован больше каждого из вас здесь сидящего, чтобы в вашей личной жизни был плод. Не плод церкви, знаете, я прихожу, но у нас в церкви есть плод. Нет, у тебя должен быть плод, твой личный должен быть плод, твоя победа в исцелении, твоя победа в финансах, твоя победа семейная, чтобы ты, приходя на собрание, ты радовался от того, что у меня победа в Иисусе Христе. Не просто записанная в Библии, а это записанная победа, которая стала явлена в моей жизни посредством веры, которую Бог дал мне и которую я применил. Аминь, драгоценные. Каждый из нас выбирает, будет ли он использовать ту веру, которую Бог вложил в каждого из нас. Божье желание ясно и понятно, чтобы мы использовали ту веру, которую Он вложил в нас. Вера это выбор, и наша задача сделать выбор в пользу той веры, которую Бог вложил в нас. Аминь. Аминь. Вы что-то взяли для себя? Слава Богу. Давайте встанем, помолимся. Закрепим послание молитвой. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо Тебе. Ты принес победу во имя Иисуса Христа. Ты принес нам веру во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, драгоценное, что мы имеем эти ключи царства. Мы имеем эти ключи для каждого благословения. И мы благодарим Тебя, Господь, в этот особенно праздничный день за Духа Твоего Святого, который дает нам истину, дает нам понимание, чтобы пользоваться, Господь, этими ключами веры, для того, чтобы иметь доступ к каждому благословению во имя Иисуса Христа. И я молюсь сейчас за каждого человека в нашей церкви, даже тех, кого сейчас нету с нами. Мы молимся просто за тех людей, которые с нами на трансляции сейчас во имя Иисуса Христа, Господь. Я молюсь, чтобы Твой Дух Святой, Он показал, помог, Господь, выйти на эти пути, чтобы утверждаться в вере, чтобы практиковать эту веру, чтобы иметь этот плод и победу в каждом дне, Господь. Чтобы мы не просто, Господь, имели радость, потому что так надо, Господь, но чтобы мы имели действительно радость совершенную, потому что Ты сказал, просите и получите, чтобы радость Ваша была совершенной. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, Господь, что мы имеем эту возможность ходить в радости, иметь, Господь, возможность ходить в мире и видеть, Господь, плоды, Господь, нашей веры, которую Ты дал каждому из нас во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, мы славим Тебя и воздаем Тебе всю честь и всю хвалу во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу. Присаживайтесь, драгоценные. Продолжение следует...